Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Спасибо, что присоединились. Я вам скажу, слово вас не разочарует. Слово Божье никогда не разочаровывает. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку и ведите записи. Я верю, что Бог говорит с вами через эти эпизоды. И не хотелось бы, чтобы вы что-то упустили или запамятовали. Мы учим об уме, и я так благодарна, что Бог повел нас в этом направлении. Потому что каждая сфера жизни связана с тем, как мы мыслим. Наше мышление влияет абсолютно на каждую сферу. Так что спасибо Богу, что Он напоминает нам о всепобеждающем слове, которое разбирается с нашей умственной жизнью. Аминь. В качестве основного местописания мы используем 2 Тимофею 1.7. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума». Посмотрите, Он уже дал нам здравый ум. Здравый ум принадлежит нам. Суть не в том, чтобы вымолить его у Бога. «Боже, дай мне здравый ум». Он уже нам его дал, как часть нашего наследия во Христе. Но нам нужно уметь правильно обращаться с этим здравым умом. Нам нужно питать его правильной пищей. Пищей Слова. Нам нужно знать, что помогает нам хранить здравость, а что выводит нас из нее. «Слава Богу за Слово! Чем больше мы питаемся Словом, тем более очевидной становится наша здравость. Аминь». В расширенном переводе сказано, что здравый ум спокоен, уравновешен, дисциплинирован и владеет собой. То есть мы играем определенную роль. Наше дело – дисциплинировать свой ум. Бог не будет дисциплинировать его за нас. Это наше дело, и Он дал нам необходимые для этого инструменты – мысли Его Слова. Аминь. Это называется обновлением ума. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, как важно отвечать тому, что противостоит правильному мышлению, противостоит здравости ума. Нужно говорить, нужно отвечать этому, а не просто дожидаться, пока это оставит вас в покое. Говорите. Много лет назад у одной женщины был приступ мочекаменной болезни. И ей пришлось прибегнуть к помощи врачей, чтобы пройти этот приступ. А ее сын, христианин, периодически приезжал и молился за нее. И он сказал ей, мама, если этот приступ когда-либо снова попытается вернуться, ответь ему. Поговори с ним. Скажи, что не впустишь его в свое тело. Итак, в первый раз сын помогал ей пройти через это. И около полугода спустя она была дома, и вдруг та же самая знакомая боль из-за камней в почках пронзила ее. Она упала на пол и лежала там, и тут она вспомнила, что сказал ей сын. Сама она не так много знала об исцелении. Она никогда не изучала места Писания об исцелении, но она была рождена свыше, и власть ей принадлежала. И лежа там на полу, она вспомнила, что можно этому приступу ответить, а не проходить через него. Можно ему ответить. Она так и сделала, и мгновенно боль ушла. У нее больше никогда не было приступа. Почему? Потому что она ответила. Нужно отвечать тому, что пытается встревожить ваш ум, тому, что пытается подорвать ваше здоровье, тому, что пытается навредить вашим финансам, мыслям, которые пытаются навредить вашему браку, вашему бизнесу, вашим детям. Всему этому нужно отвечать. Все это ожидает вашего ответа. Абсолютно все. Когда эта женщина ответила, пришли мгновенные перемены. Потому что при правильном ответе, то, что неправильно, вынуждено уйти. То, что неправильно, может войти только при неправильном мышлении. Когда же вы правильно отвечаете, то, что неправильно, не может войти. Часто люди ждут, пока Бог что-то сделает с тем, с чем они столкнулись. Хотя они сами уполномочены ответить. Их ошибка в том, что они забрасывают свой ответ пред лицом противостояния. Вместо того, чтобы вложить этот ответ в свои уста. Кто-то другой может отвечать за вас только кратковременно. Бог ожидает от вас духовного роста. И чтобы по мере духовного роста вы не рассчитывали на то, что ваш пастор будет отвечать за вас, или другой христианин, ваш супруг или какой-то близкий друг. Пока вы младенец во Христе, Бог позволяет другим отвечать за вас. Но по мере роста наступает время, когда Он от всех нас ожидает, что мы вложим ответ в собственные уста. Вы скажете, я не понимаю, почему. Ну, то же самое происходит в семье. Когда ребенок рождается, мы все делаем для него. Одеваем, кормим, носим, укладываем, спать будем. Мы все делаем для него. Но разве не странно, если ребенку уже 21, и мы все еще одеваем его и носим его на руках, а у него нет никаких обязанностей по дому? Тут что-то не так. Так и в духовном плане, Бог не воспитывает недееспособную семью. Он воспитывает нас способными побеждать Его Словом. Пока мы младенцы во Христе, Он позволяет другим помогать нам. И мы всегда можем получить чью-то поддержку. Но знаете, даже молитва «Согласие» — это молитва «Согласие». То есть двое соглашаются. Это не молитва одного. Это молитва двоих, которые согласились. Даже если кто-то молится молитвой «Согласие» за вас или с вами, это не освобождает вас от согласия. Вам все равно нужно вложить свою веру, потому что для согласия нужны двое. На самом деле, в молитве «Согласие» вы берете взаймы чью-то веру, но это не освобождает вас от применения Своей. Пока вы младенец во Христе, Бог иногда позволяет кому-то отвечать за вас. Но нужно расти. Бог не воспитывает семью недееспособных людей. И Он не собирается учить нас опираться на кого-то. Он учит нас опираться на Его Слово. Аминь. И нам нужно научиться самим отвечать. «Знаете, все, что принадлежит вам во Христе, все благословения, которые принадлежат вам во Христе, дьявол всегда пытается у вас украсть. Всегда. Он пытается отнять у вас все, чем Бог когда-либо вас благословил. И неважно, спасены ли вы недавно или 50 лет назад, Он всегда пытается нас обокрасть. Что же Его останавливает? Наш ответ. Не наши ощущения, что мы Божий народ. Мы и есть Божий народ. Но чувствуем мы это или нет, противостояние требует ответа. Я не знаю, были ли у кого-то из вас в школе устные экзамены. Были? По-моему, в старших классах и в колледже чаще бывают устные экзамены. Когда профессор задает вопрос на устном экзамене, нельзя просто сказать, «Я знаю ответ». Нельзя просто сказать, «Я знаю ответ». Ему все равно, что ваш ум знает ответ. Ему не важно, что вы настолько пропитались этим, что это в вашем сердце. Не важно. Уж лучше скажите ответ, если хотите сдать экзамен. Профессор спрашивает вас еще раз, а вы «Я знаю ответ». Знаю, знаю. Знаю, знаю. Двойка. Экзамен провален. Почему? Дело не в том, что вы знаете, а что вы отвечаете. Конечно, мы отвечаем на основании того, что знаем, но недостаточно только знать. А так часто наши уста молчат при лицом противостояния. Здравый ум не только знает ответ, но и дает его. Аминь. Слава Господу! Все, чем Бог вас благословил, дьявол пытается у вас украсть. Поэтому, когда возникает противостояние, недостаток, симптомы, ответьте, ответьте, держите ответ на готове. Аминь. Держите ответ на готове. Это контратака. Враг предпринимает контратаки. Каждый раз, когда вы получаете что-то от Бога, дьявол пытается вернуться. Я не помню точно, но, по-моему, это произошло во время Второй мировой войны. Я слышала рассказ об одном военном подразделении, которое захватило какую-то высоту. Они занимали эту высоту девять раз. Они захватывали и теряли ее из-за контратак. Им приходилось занимать ее снова и снова. Почему? Потому что они продолжали ее терять. Но, наконец, захватив ее в очередной раз, они ее удержали. Точно так же. Сколько бы раз вы не отпускали свою победу, возьмите ее снова. Возьмите ее снова. Сколько бы раз симптомы не оставались, сколько бы раз они не возвращались, снова возьмите победу. И затем поступайте по Слову. Крепко держите то, что имеете. Как держать? Отвечать. Только так можно что-то удержать. Отвечая. Откажитесь сдвигаться со Слова. Отвечая, говоря с противостоянием. Ну, я уже устал отстаивать свою территорию. А вы хотите ее потерять? Аминь. Не выходите на арену ума со словами «я устал». Если вы полны Слова и Духа, это зарядит вас энергией, утвердит и укрепит вас. У вас есть божественная сила. Вы не делаете это силой воли или собственными человеческими усилиями. У вас есть божественная помощь. Сила Слова вливает в вас Божью силу и могущество. Аминь. Так что даже не покупайтесь на эту мысль «я устал». Это неправильное мышление. Этой мысли нам всем нужно противостать, отвергнуть ее, сказав «я никогда не устану побеждать». Никогда. Никогда не устану побеждать. Аминь. Мне понравился рассказ одного бизнесмена, миллиардера. «Я не знаю всех тонкостей о его компании и бизнесе, но он в какой-то момент почти все потерял. А потом, спустя два года или около того, он все вернул». Почему? Потому что, потеряв свои средства, он не потерял свои знания. И хотя он потерял финансы и, казалось, все пропало, и оно и вправду пропало, благодаря своим знаниям он смог все вернуть. Он действительно все вернул и даже больше. Поймите, сколько бы раз вы не отпускали то, что вам принадлежит, у вас по-прежнему есть знание Слова и знание, что это все еще ваше. Возьмите это. Аминь. Аминь. Как взять это? При помощи слов. При помощи слов. Все это по-прежнему вам принадлежит. Просто враг пытается забрать это у вас. Он пытается забрать у вас то, что вам принадлежит. Видите ли, тот бизнесмен потерял средства, но он не мог потерять знания. Да. И сохранив знание, он снова овладел и наслаждался тем, о чем имел знание. Поймите, наличие контратаки не значит, что слово подвело вас. Это не значит, что слово не работает. Иисус сказал, что когда нечистый дух выходит из человека, он не может найти покоя, бродя по безводным местам и, возвращаясь, пытается войти в тот же дом. О чем тут речь? О том, что контратаки будут. И вы должны быть готовы, вооружены со словом в устах. Аминь. И недостаточно просто знать ответ. Дайте ответ и не отступайте от него. Так часто люди отступают от своей веры пред лицом противостояния и возвращаются к земной реакции. Они возвращаются к своим эмоциям и начинают плакать или рыдать. Это вам не поможет. Аминь. Вернитесь к вере. Снова ухватитесь за нее. Аминь. И отвечайте. 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 Наша полезность для Бога определяется тем, насколько хорошо мы умеем отвечать. По мере нашего роста в познании слова растет и наша полезность для Бога. Услышьте, наша полезность для Бога растет. Я не сказала ценность. Я сказала полезность. Мы никогда не теряем ценность. В Божьих глазах уж точно. Потому что мы куплены драгоценной кровью, дорогой ценой. Вот насколько мы ценны. Наша ценность никогда не уменьшается и не теряется. Однако мы можем расти в полезности. И я хочу быть все более и более полезной. Люди, не умеющие отвечать, не будут полезны Богу в ситуации, требующей ответа. Аминь. Я хочу научиться отвечать, умело применять Божий ответ в моих устах. Потому что тогда Бог сможет использовать меня в большей степени, чтобы помочь людям, которые не умеют отвечать. Послушайте, мы все когда-то не умели отвечать, и нам кто-то помогал. Бог давал нам людей, которые знали ответы и умело вкладывали их в свои уста. Они не дожидались чувства победы, а имели ответ победы в своих устах. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, четвертую главу Луки. Мы рассмотрим это в жизни Иисуса. И нам может потребоваться пару эпизодов. Так что, если мы не пройдем все сегодня, не пропустите следующий эпизод. Четвертая глава Луки. И начнем с первого стиха. Луки 4.1. Иисус, посмотрите, исполненный Духа Святого. Почему здесь говорится об этом? Иисус только что вернулся от реки Иордан, где Его крестил Иоанн Креститель. Помните, Иоанн Креститель увидел, как Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса. Это был символ Божьего помазания, которое сошло на Иисуса для Его земного служения. И пока Он не был помазан, Он не приступал к Своему служению. Это произошло лишь в 30-летнем возрасте. То есть, до этого чудеса не совершались, потому что Он еще не был помазан. Но помазание сошло на Него во время крещения. Дух Святой сошел на Него и помазал Его. И в первом стихе мы видим Иисуса сразу после крещения. Итак, Иисус, посмотрите, исполненный Духа Святого. В полноте есть защита. Будьте полны Духа Святого. Аминь. Полны Духа Святого. Полны Слова. В полноте ваша безопасность. Иисус, исполненный Духа Святого. Заметьте, даже Иисусу нужно было быть наполненным. Иисус в этом нуждался. Если Иисусу нужно было быть наполненным, то это нужно и нам. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, где Он был крещен. Посмотрите. И поведен был Духом в пустыню. Я хочу сосредоточиться здесь на нескольких словах. Потому что это поможет нам кое-что разглядеть. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом. Будучи наполненными, легче понимать Божье водительство. Полнота помогает различать водительство. Итак, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Дух повел его в пустыню, но не Дух искушал его в пустыне. Это пустыня искушения, и Слово говорит, что Иисус подвергался искушению 40 дней и 40 ночей. А конкретно описаны три из этих искушений. Дух повел его туда, но Дух его не искушал. Дух повел его туда, и в этом месте искушения Иисус продемонстрировал свои навыки, свое мастерство. Но все 40 дней и 40 ночей, знаете, что Он делал? Он отвечал. Все это время Он отвечал, отвечал, отвечал. Давайте почитаем. Второй стих. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. Итак, Иисус был там 40 дней, и дьявол был там все это время. Верно? 40 дней Он подвергался искушению от дьявола. Этот промежуток времени можно назвать сезоном искушения. Позвольте спросить, с вами так бывало, что казалось удар за ударом. Значит ли это, что ваша вера не работает? Нет. Вера Иисуса работала, и Он был в таком сезоне. Значит ли это, что Слово не работает? Нет. Иисус был Словом, и Он был в этом сезоне 40 дней и 40 ночей. Но мы также видим, что благодаря тому, что Он правильно отвечал в тот сезон искушений, Он больше никогда не проходил через подобный сезон. Люди спрашивают, почему я постоянно прохожу через одни и те же вещи снова и снова? Вам нужно проявить умение и мастерство, иначе дьявол будет снова и снова это возвращать. Но как только вы покажете свое господство над Ним, потому что вы господствуете над Ним, как только вы проявите это господство, Он не станет снова возвращать то же искушение, ведь Ему не больше, чем вам, нравится получать порку. Иисус больше никогда не входил в подобный сезон, потому что Он правильно отвечал. Почему мы иногда сталкиваемся с какими-то вещами снова и снова? Они ждут нашего правильного ответа. Вернемся ко второму стиху. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. То есть, по сути, Он постился. А по прошествии этих сорока дней напоследок взолкал. Позвольте спросить вас вот о чем. «Иисус сорок дней был искушаем от дьявола». Как вы думаете, Иисус ответил правильно в первый день? Угу. Он не мог ответить неправильно в первый день и выйти победителем. Так? Он отвечал правильно каждый раз. Однако искушения продолжались. То, что что-то продолжается, не значит, что вы терпите неудачу. Обязательно это поймите. Ведь дьявол будет говорить, «Если бы у тебя было достаточно веры, ты бы с этим не столкнулся». Он лжец. И не позволяйте ему давать вам советы относительно жизни веры. У него самого ее вовсе нет. У него нет веры Божьей. У него есть вера, но не вера Божья. Вы спросите, как это у дьявола есть вера? Ну, в Библии сказано, что и бесы веруют и трепещут. У них нет веры Божьей, но во что-то они верят. Итак, не позволяйте врагу вас консультировать. Начнете слушать советы врага и станете такими же депрессивными, как он. Такими же боязливыми, как он. Такими же беспокойными, как он. Он боязливое существо. Не забывайте об этом. Он хочет, чтобы вы разделили его существование, но это не для вас. Второй стих. «Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал ему дьявол». Как дьявол искушал его? Он говорил ему что-то. Единственное, что дьяволу остается, поскольку Иисус отнял силы у начальств и властей, единственное, что дьяволу остается, это сила убеждения. Он говорит что-то. Третий стих. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Тут о многом можно было бы учить, но сегодня я хочу показать вам роль и силу ответа. «И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Так часто люди думают, «Если бы я был в вере и победе, я бы не слышал дьявола». Иисус его слышал. Вы думаете, что вы лучше Иисуса? Если Иисус его слышал, и вы будете слышать. Вы будете слышать врага. Пусть это вас не впечатляет. Не бойтесь и не будьте в ужасе от того, кто с вами говорит. Будьте совершенно не впечатлены. Аминь. Дьявол сказал Иисусу. Дьявол говорил с Ним. «Если ты сын Божий». Заметьте, как тут намешаны правильные и неправильные слова. «Сын Божий» – правильные слова, если неправильное слово. Это стратегия врага. Он произносит какие-то правильные слова, подмешивая к ним неправильные, чтобы, приняв правильное, вы также заглотили бы неправильное. Иисус поймал его. Знаете, дьявол играет в игры слов. Игры слов. Игры слов. Научитесь распознавать эти словесные игры. Аминь. Я бы многое могла сказать по этому поводу. Но вернемся к третьему стиху. «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Позвольте спросить, с какой стати Иисусу принимать указания о применении власти от дьявола? С чего это я стану превращать камень в хлеб по твоей указке? Так? Дьявол пытался заставить Иисуса сосредоточиться на нужде. У тебя есть нужда. Ты голоден. Сделай что-то на основании своей нужды. Не делайте ничего на основании нужды. Действуйте на основании слова. Мы не водимы нуждами, мы водимы словом, мы водимы духом Божьим. Дьявол пытался вести Иисуса. Он пытался руководить тем, как Иисус будет использовать свою власть. Дьявол сказал, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ. Иисус ответил, ответил. Дьявол может начать говорить, но последнее слово да будет за вами. Вы говорите последними. Иисус сказал ему в ответ. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. То есть, даже если бы я своей властью превратил камень в хлеб, это не то, чем я живу. Я живу его словом. Дьявол пытался добиться, чтобы Иисус полагался на что-то земное, что подкрепляет только физическим. А в Слове Божьем наша жизнь. Аминь.